МАРИЯ САКОВА Навыки фотографий таких постов будут очень полезны для самозанятых людей, которые продают какие-то свои товары или изделия, которые делают сами, своими руками. Если картинка будет просто неинтересная, какая-то безликая, то, собственно, он там пролистнет. Красивая картинка еще не все. Важен грамотный и цепляющий текст. Вузы округа пока не обучают так называемому блогингу, зато научат правильно писать. И это тот навык, который, по мнению специалистов, не утратит свои актуальности даже через десятилетия. Не в традиционных СМИ, так в интернете. Появление интернета и новых вот этих технологий, оно заставило людей выйти в публичное пространство. А в этом публичном пространстве можно говорить только языком медиа. То есть, когда вы работаете именно с массовой аудиторией. И так получилось, что журналисты оказались теми единственными специалистами, которые изначально готовились именно к работе в этой среде. Рекрутеры уверены не только в будущем журналистике, но и большинства рабочих профессий. Правда, в последнее время работодатели Югры все чаще ищут людей, которые владеют несколькими смежными специализациями. Самые востребованные и высокооплачивые на югорском рынке труда по-прежнему инженеры и работники нефтегазовой отрасли. Инженеры – это особый склад ума. Они могут что-то изобрести, могут что-то придумать. Электрогазосварщик – 160 тысяч зарплаты. Помощник бурильщика 6-7 разряда – 182 тысячи зарплаты. Максимальная, я говорю, максимальная цифра. Стало пользоваться популярностью также направление и информатика, вычислительная техника. Так как сейчас у нас все идет компьютеризацией, даже вот введены новые программы в обучении. Допустим, те ребята, которые учатся у нас на направлениях экономика, экономической безопасности, у них в учебный процесс вводятся информационные технологии. Туризм в нашем округе развивается, но почему-то не все абитуриенты и родители понимают, где потом ребята будут работать. Почему-то, если слово «туризм» звучит, ребята думают, что они будут работать в гостинице. Это совсем не гостиничный туризм у нас, общий туризм. То есть наши ребята везде в департаментах могут работать, проводить экскурсии в различных музеях, галереях. То есть могут найти себя, ну и, соответственно, организовать бизнес. Чтобы не говорили, проблем с трудоустройством не будет и у выпускников юридических и экономических факультетов. Это подтверждает стабильный запрос работодателей. Но чтобы выбрать профессию, которая точно прокормит вас через 5 лет, выбирайте ее с умом. Прогнозируйте будущее, опираясь не на сегодняшний день, а на скорую перспективу. Мария Сакова, например, уже задумывается о новой интернет-площадке.